Здравствуйте, уважаемые родители! Продолжаем разговор о массаже. И сегодня мы начинаем практическое применение наших обучения, скажем, определенным приемом. Значит, первые месяцы жизни, буквально с первых недель даже, можно сказать, мы начинаем делать массаж. И сначала я перечислю те движения, названия тех движений, которые можно будет осуществлять вашему ребенку. Итак, массаж ребенка, ну, первого года, в основном, да, или первых месяцев жизни, состоит из следующих движений. Первое – это поглаживание, дальше – это растирание, дальше – это разминание и вибрация. Значит, напоминаю еще раз, что мы работаем с щадящими приемами, делаем все мягко, нежно. И сейчас я вам буду показывать, как это делать. В этом нам поможет Ванечка, вы с ним уже знакомы. Вот, он будет получать массаж, и я думаю, ему понравится. Итак, поглаживание. Значит, поглаживание осуществляется в начале и в конце любого сеанса массажа. То есть мы начинаем и заканчиваем. Кроме того, поглаживание можно осуществлять между различными движениями. То есть делать, допустим, растирание, потом поглаживание. Допустим, делать вибрацию, опять поглаживание. Сейчас я вам покажу, как это делается. Значит, что делает поглаживание с точки зрения физиологических процессов в организме? Активизирует крово- и лимфоток, улучшает кровоснабжение и лимфокруговорот в тканях и органах, успокаивает нервную систему, расслабляет мышцы, снимает боль. Поэтому особенно это хорошо у детей с какими-то состояниями, скажем, гиперактивности или плаксивости, или повышенной возбудимости и так далее. Итак, всегда лучше начинать любые массажные движения с рук. Значит, положение ребенка лежа на спине. Он лежит на спине. Значит, правую руку ребенка мы поднимаем правой рукой. Да, и встаем, значит, ребенок лежит, мы встаем у его ног. Да, я с вашего разрешения буду сидеть. Значит, встаем у его ног, берем противоположной рукой, да, левой рукой, берем его правую руку. И дальше осуществляем поглаживание по внутренней и наружной поверхности руки. Мы осуществляем плавные движения. Тремя пальцами работает большой, указательный и средний. Вот, мы берем, как будто мы берем что-то, наверное, карандаш или ручку, фломастер руками, да, и плавно проводим движение от кисти к плечу, да, чуть-чуть надавливая. Вверх, обратно от плеча кисти поднимаем практически очень тонко, едва дотрагиваясь. Опять чуть-чуть надавливаем, опять поднимаем, так мы делаем несколько раз, раза три-четыре. Осуществляем такие движения, значит, положили. Теперь мы делаем наоборот, другой рукой поднимаем противоположную руку ребенка и осуществляем те же самые движения. Вот, движение сюда и поглаживание. Движение вниз идет еще раз, да, тремя пальцами. Чуть-чуть надавливая, вот, если, как бы, да, чтобы руку ребенка мы не дергали, не выдвигали, поднимаем достаточно естественно, приспосабливая свою руку, да, делаем вот такие движения. Значит, напоминаю вам еще раз, что мы обхватываем две поверхности, то есть практически тремя пальцами мы обхватываем всю руку. Сейчас я вам еще раз покажу само движение. Вот, мы берем, вот, вся рука кладется как бы между тремя нашими пальцами. Этого достаточно, чтобы охватить все мышцы руки. Точно так же в следующем этапе мы переходим на поглаживание ног. Значит, мы берем, поднимаем ногу, держа за пятку и дальше движение осуществляем от стопы к бедру, охватывая голень, колено. Точно так же тремя пальцами проводим. Да, если пальцы не обхватывают ногу, то делаем два этапа. Сначала, допустим, по внутренней поверхности, потом по наружной поверхности. Идем к бедру, обратно, легкими движениями опять идем к бедру, чуть-чуть надавливая. Вот, да, можно, если ребенок маленький, вот, и вы обхватываете его ногу, да, можно осуществлять движение, обхватывая все, проходя по всем мышцам. Та же самая ситуация с другой ногой. Мы это делаем несколько раз, такие движения, 3-4 раза осуществляем это поглаживание. Следующее, значит, в плане ноги еще хочу обратить ваше внимание. Коленную чашечку, коленный сустав мы не трогаем, мы его проходим, как бы не останавливаясь на нем, это будет отдельно, значит, ну и не очень, скажем, да, ковыряясь под коленной ямки. Просто проходим, не надо туда залезать, глубоко делать какие-то особенные движения, просто проходим, обхватывая это. Следующий элемент массажный, который мы осуществляем, это массаж живота. Поскольку ребенок лежит на спине, не надо его лишний раз дергать, нам удобно делать массаж живота. Смотрите, массаж живота осуществляется круговыми движениями. Вы делаете, смотрите, очень интересно, по часовой стрелке. Значит, смотрите, сначала мы делаем ладонью, чуть-чуть нажимая круговые движения, и следующий круг мы переходим пальцами. Опять круговые движения с надавливанием круг, и круг пальцами гораздо более легкий. Делаем 2-3 круга, опять надавливая, работаем только по часовой стрелке. После этого мы переходим на работу с косыми мышцами живота. Допустим, доходим до пупка и ведем от пупа к позвоночнику вдоль косых мышц живота, обратно поднимаясь очень легко. В следующий момент уходим, да? В следующий момент меняем руку, чтобы нам было удобнее проходить дальше. При этом мы сначала делаем круговые движения по часовой стрелке другой рукой, и уходим на косые мышцы с другой стороны от пупа к позвоночнику. Такое делаем мы 2-3 раза одной рукой. Мы с применением, использованием косых мышц живота 2-3 движения. Мы делаем другой рукой, уходим на косые мышцы живота. И так мы чередуем одну и другую сторону. Значит, после того, как мы прошли живот, мы сразу плавно переходим на поглаживание груди. Значит, осуществляем это ладонной поверхностью. Идем уже здесь не по окружности, не по часовой стрелке, а уходим к шее от пупа, от живота через грудные мышцы, к шее захватывая трапециевидную мышцу. Вот она идет от затылочного бугра до лопатки и до ключицы сверху. Вот она, так называемая воротниковая зона. Поэтому мы проходим на грудь, захватывая район плечевого сустава, возвращаемся. И уходим к другой части, захватывая трапециевидную мышцу и поглаживая грудные мышцы от ребер к шее. Движение идет от ребер к шее. Обратно очень легко. И в район непосредственно области сосков мы можем прорабатывать круговыми движениями тоже по часовой стрелке. Итак, смотрите, я сейчас объединю массаж живота и массаж груди. Мы делаем, да вот, такие движения. Можно уйти на грудную клетку. Дальше мы меняем руки, делаем движение. Вот. И уходим на грудную клетку и вокруг сосков. Вот это делается вот так. Причем у нас сначала с небольшим нажимом возвращаемся, обратно возвращаемся. Очень легко. Таким образом, передние поверхности ребёнка, включая руки, ноги, живот и грудь, мы сделали, ну посчитайте сами, по пару минут. У нас получилось где-то на несколько минут мы проработали переднюю поверхность. Как осуществлять массаж в положении ребёнка лёжа на животе, мы с вами поговорим при нашей следующей встрече. А сегодня мы с вами прощаемся. Спасибо за внимание и будьте здоровы!